Хавсанур Санжактутан всего 23 года, но она уже успела сыграть главные роли в нескольких успешных проектах. Талантливая актриса предпочитает быть на слуху своей карьерой, а не личной жизнью. Поэтому про Хавсанур имеется не так много информации в интернете. Однако время от времени актриса дает интервью. Мы собрали для вас самые интересные факты из жизни Хавсанур. Хавсанур Санжактутан родилась 20 марта 2000 года в Стамбуле. Мало кто знает, что у актрисы есть две старшие сестры. Про мать Хавсанур также практически не имеется никакой информации. Известно лишь, что она является домохозяйкой. Однако ни на одной семейной фотографии мама актрисы не присутствует. Отец Хавсанур, в свою очередь, активно делится в соцсетях фотографиями со своими дочерями. Хавсанур уже в школьные годы занималась театральным искусством и записалась в агентство. Долгое время Хавсанур участвовал только в рекламных кастингах, но ей никто не перезванивал. Как вспоминает актриса, она уже находилась в отчаянии, иногда даже не хватало денег на дорогу. Хавсанур уже собиралась поступать в Университет изящных искусств имени Мимар Синана. Однако в 18 лет актриса получила предложение сыграть в сериале. Университет запрещал своим студентам сниматься на телевидении, поэтому Хавсанур пришлось отказаться от поступления. Актриса не жалеет о таком решении, потому что всего через год Хавсанур уже получила свою первую главную роль в сериале «Ашк Аглатыр». Актриса также познакомилась на съемках со своим возлюбленным Денис Джан Акташем. Пара долгое время скрывала свои отношения, чтобы не смешивать работу с личной жизнью. Несмотря на то, что отношения Хавсанур и Денис Джан продлились три с половиной года, пара вела непубличный образ жизни и всего один раз поделилась совместной фотографией. Как отмечала актриса, это был их выбор. Мы познакомились на съемках, однако любовь не должна мешать вашей работе. Да, мы какое-то время скрывали это, потому что хотели, чтобы наши отношения были более контролируемыми и длительными. Денис Джан и я оба приняли такое решение. Особая динамика отношений остается личной только тогда, когда ими не делится. Для меня это главное. После знакомства на съемках мы начали нравиться друг другу, но какое-то время молчали. Мы сдерживали себя, но тем более ценными стали наши отношения, отмечала Хавсанур. Актриса описывала свою любовь к актеру следующими словами. Чем больше я узнаю Денис Джана, тем лучше я начинаю видеть его сущность и внутренний мир. Моя любовь к нему растет день ото дня. Мы никогда не нарушаем личные границы друг друга. Мы проживаем отношения, в которых помогаем расти друг другу как в карьере, так и по жизни. Для меня это безопасное место, прямо как в моих мечтах. Я рада, что в моей жизни есть любовь. Я поняла, что любовь это то, чему можно научиться. Любовь есть во всем прекрасном моей жизни. Я получаю доверие и уважение со стороны моего партнера. Думаю, я не смогу жить без любви. Я очень люблю заботу. Хавсанур и Денис Джан проживали настолько красивую любовь, что их расставание в конце 2022 года стало для поклонников настоящим шоком. Актеры отказались комментировать причину разрыва. Однако турецкие СМИ оказывали на Хавсанур психологическое давление. В эфире одного из телеканалов было заявлено, что актриса находится в больнице из-за попытки самоубийства. Якобы Хавсанур тяжело переживает расставание со своим парнем. Сплики настолько распространились, что актрисе пришлось снять видео, на котором она показывает свои здоровые запястья. Также Хавсанур пригласил репортера в больницу, где оставалась из-за проблем с желудком. В итоге актриса подала в суд на телепередачу ее ведущих. Несмотря на свою милую и нежную внешность, Хавсанур признается, что ее характер является полной противоположностью тихони. «Я абсолютно не являюсь наивной или тихоней. В жизни я импульсивная, принципиально нетерпеливая. Несколько моих друзей сказали при нашей первой встрече. Хавса, ты очень невинная, тихая и спокойная. Тебя обидят в этой жизни. Но я совсем не та, кем кажусь, поэтому они сильно удивляются», — отмечает актриса. Именно из-за характера актрису отдали в детстве на карате. У Хавсанур имеется даже черный пояс. Я была как мальчик, вокруг меня было не так много девочек. Моими друзьями были в основном парни. Один раз я даже подралась с мальчишками. После этого я начала ходить на карате, когда мне было 8 лет, чтобы защитить себя. Я даже выиграла чемпионат Турции, и у меня был черный пояс. Я собиралась начать преподавать, но когда появились другие дела, мне пришлось оставить это», — вспоминает Хавсанур про свое детство. Актриса до сих пор активно занимается спортом, поэтому находится в такой хорошей форме. В 2021 году стал известен печальный факт про детство Хавсанур, который долгое время обсуждался в соцсетях. В то время Турцию потрясла трагическая новость о том, что двое детей подвергались сексуальному насилию со стороны своего отчима и дяди. После того, как обвиняемых отпустили в зале суда, турецкие звезды и обычные люди начали выступать против такого решения. На фоне этих новостей женщины начали делиться в соцсетях подобными историями из жизни. Хавсанур стала одной из них. «Я подверглась насилию со стороны собственного деда. Я внучка педофила. Меня также домогались мои двоюродные братья, соседи, коллега. Нам больше не стыдно. Мы не боимся. Я знаю, что мы не одиноки. Девочки, не молчите, потому что мы не одиноки. Вы очень ценны, потому что я вас очень сильно люблю», — написала Хавсанур в своем аккаунте Instagram. Позже актрису спросят в одном из интервью, о каком виде насилия шла речь. Хавсанур заявила, что подверглась как физическому, так и психологическому насилию. Актриса в том же репортаже отметила, что именно любовь исцелила ее. Хавсанур активно выступает за равные права у мужчин и женщин. Актриса также жертвует крупные суммы в различные фонды. Хавсанур часто делится в соцсетях откровениями, чтобы стать примером для других девушек. Актриса признается, что иногда вовсе себе не нравится, и это зависит от ее эмоционального состояния. Поэтому она учится любить себя. Хавсанур часто подвергалась в детстве критике из-за своей внешности и открыто пишет об этом, показывая свою естественную красоту. При этом актриса умеет над собой смеяться. После недавней премии Элли Стайл Эвертс, где актриса получала награду, турецкие СМИ активно распространяли кадры, на которых Хавсанур позирует. Актриса сама выставила смешное видео про это, отметив, что пыталась за короткое время показать несколько поз, потому что опаздывала на премию. Из-за своего юного возраста многие иностранные зрители начали узнавать про Хавсанур только после того, как она стала партнершей Керена Бюрсина. Из-за этого в адрес актрисы льется много негатива и хейта. Хавсанур обвиняют в подражаниях ханде и искусственных манерах. Однако в Турции Хавсанур давно зарекомендовала себя как талантливая актриса и хороший человек. Особенно стоит отметить роль Хавсанур в сериале Сон Яс, ставшим одним из самых качественных и серьезных турецких проектов в последних лет. Многие до сих пор вспоминают этот сериал и партнерство актрисы с Альпереном Дуймазом. Сама Хавсанур описывает свои отношения к фанатам следующим образом. Я уважаю поклонников, потому что любить кого-то, не ожидая ничего взамен, это что-то очень ценное. Благодаря им мы существуем. На этом хотелось бы закончить данное видео. Делитесь в комментариях свое мнение о Хавсанур и ее новом проекте с гелием амберсином. Спасибо за просмотр!